Донбасс Донбасс Нажимаем Наши люди ничего неają Потому почему я против отвода Вольса Мы все таки против Отводить Скажем так мы уже привыкли Поэтому и слушать вот эти канонавты каждый день И все это Ну как-то все равно мне кажется будет спокойнее А учавцы их уберут не знаю В �lauf Quantum Macht В золотом ждали Владимира Зеленского Но вместо президента приехали представители генштаба и рассказали, разведение отменяется из-за провокаций боевиков. В полдень во время пребывания нашей съемочной группы в поселке оккупанты четырежды открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. Справа, слева, там где мы сейчас стоим, это как раз те самые позиции, на которые разводят войска. И наша часть разведения как раз сейчас, где мы с вами находимся. Вы только что слышали, даже как работает инженерная техника. Разведение войск больше коснется жителей населенного пункта Катериновка. Он находится на расстоянии двух километров от Золотого-4. В буферной зоне окажутся 122 дома. Там правопорядок обеспечит полиция. Добавили патрули. Наше пребывание теперь в два раза увеличилось. У нас личного состава сейчас только в Попасной работает больше 150 человек. Все преступления, тяжелые, средние тяжести тут раскрыты. Здесь нет такого большого уровня преступности. В Золотом, мы считаем, сейчас приблизительно на 10 человек один полицейский. Это больше, чем по стране в целом. Намного. Разведение войск в Золотом и Петровском переносится минимум на неделю. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Следующая попытка будет предпринята в случае сохранения затишья на этих участках. Согласно решению о разведении, оно должно было начаться только после 7 дней тишины на участке. Поэтому нам нужно ждать 7-дневный период без обстрелов. Это послужит доказательством серьезности намерений сторон и готовности к дальнейшим шагам по разведению. Разведение предполагает отход живой силы наших вооруженных сил, но фортификационные сооружения остаются. Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того, планируют какие-то агрессивные действия, наши вооруженные силы займут свои позиции. Каким бы ни был приказ, через 7 дней украинские военные уверяют, готовы к любому развитию событий. Вместе с местными жителями армейцы хотят мира. Хотя и понимают, противник может спровоцировать эскалацию конфликта. Если будут соблюдать 7 дней тишины, и если мы будем видеть, что та сторона будет готова отходить, и будет приказ, то мы тоже будем отходить, если будет нужно. Но та сторона, к сожалению, не очень этого хочет. О разведении сил и средств на Донбассе договорились в Минске 1 октября на заседании трехсторонней контактной группы. Процесс должен проходить в два этапа. Первый – отвод личного состава с обеих сторон. Второй – демонтаж инженерных сооружений и разминирование территорий.